Враг номер один. Так российские диетологи говорят про фастфуд, который калечит наши желудки и нарушает обмен веществ. Но самое поразительное, несмотря на то, что практически все неоднократно слышали о губительности еды на скорую руку и о страшных отравлениях, которыми она грозит, число людей, питающихся всякими гамбургерами, пиццами и хот-догами, растет день ото дня. Наш корреспондент Мария Торлопова встретилась с любителями перекусить на ходу и была просто поражена, узнав, чем обернулась для них эта вредная привычка. С курицей? С курицей. Соус майонез? Соус майонез. Пухлая булка с начинкой – все, что кировский студент Роман успевает съесть между лекциями в институте. На вопрос, вкусно ли, только морщится. Нормально. Главное, быстро. Я три года питаюсь уже так, потому что ехал в другой город, от родителей. Вот, на третьем курсе. И пока питаться нормально не получается. Роман признается, фастфуд или быстрое питание – его ежедневный рацион. Кроме гамбургеров и хот-догов, на ужин частенько быстро растворимая лапша или пицца. Один небольшой кусочек пиццы по калорийности равноценен хорошему блюду на обед. А если съесть два кусочка, то можно и не ужинать. Правда, люди обычно все это запивают еще и сладкой газировкой и закусывают пирожками. Получается, те, кто ест пиццу или гамбургеры каждый день, в несколько раз превышают суточную норму потребления калорий. Светлана Смирнова в прошлом поклонница быстрого питания, теперь страдает ожирением. За 10 лет фастфудов, плюс 40 килограммов и серьезные проблемы со здоровьем. Еще бы немножко, я просто бы уже стала инсулинозависимой. Вот это отдышка, это не движение, болят ужасно суставы, ты не можешь двигаться. Ты чувствуешь себя неполноценным человеком, вот и все. И это все питание, это не что-то такое, только вот это питание. Самое сложное для пациента в клинике – отвыкнуть от высококалорийной пищи и начать питаться правильно. Мы говорили, что не надо это употреблять как-то, это как наркотик, оно все время будет хотеться, и в результате можно от этого ожирения умереть. Когда производятся эти продукты фастфуд, то, конечно, на это никто внимания не обращает, сколько там чего, и есть ли там полезные какие-нибудь вещества. Но главная опасность быстрого питания, уверяют врачи-диетологи, в том, что оно быстрое. Треугольники пиццы и свертки шаурмы гурманы фастфуда глотают, едва проживав и в сухомятку. Человек, когда бежит куда-то, он испытывает дикий эмоциональный дискомфорт. Как мы устраним дискомфорт? Мы что-то быстрее схватаем, кушаем что-то вкусное. Ну, так мы устранили дискомфорт. Плюс мы как-то пытаемся разнообразить свою жизнь, да, сделать ее немножко красивой и привлекательной. Не просто сидим и идем дома на кухне, а идем куда-то в кафешку, в забегаловку. А почему вы без перчаток? Вы без перчаток? Ну да, что-то так. Мало ли кто тут ее ест. Узнать, где продавец этой уличной палатки учился кулинарному мастерству, нашей съемочной группе так и не удалось. Как хранятся продукты для шаурмы тоже осталось загадкой. В одной из таких закусочных москвичка Анна Межуева однажды тоже решила перекусить. Отравилась так сильно, что до сих пор обходит палатки стороной. Мы начали в срочном порядке промывать желудок, но, к сожалению, пришлось вызвать врача. И еще потом врач вызвал скорую, потому что у меня началась какая-то аллергия. В общем, было все очень ужасно, была кошмарная ночь. И скорая увезла меня в больницу. Теперь Аня никому не доверяет и даже на работу берет с собой обед из дома. Салат из пиндеров и грузов – это вообще элементарно. Это очень полезно. Это готовится очень быстро. То есть не надо там стоять, тратить кучу часов, кучу времени на то, чтобы приготовить. Поклонники фастфуда говорят, у быстрого питания есть весьма существенное преимущество. Это дешево. Экономия. Но стоит ли экономить на собственном здоровье? Мария Торлопова, Борис Леонов, Дмитрий Киеновский, Дмитрий Ремезов, Алифтина Бонадыкова, Дарья Рыбакова. Первый канал. Насколько правы борцы за здоровый образ жизни, которые утверждают, что фастфуд – это главный враг вашего желудка? И можно ли хоть иногда побаловать себя картошкой фри или хот-догами? Об этом нам расскажет кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Наталья Охотникова. Здравствуйте, Наталья Львовна. Добрый день. Я думаю, самые популярные из фастфуда – это, конечно, гамбургеры и хот-доги. Чем они так вредны? Жиры, которые используют при производстве трансфуда, являются трансгенными. То есть они произведены искусственно. Наши сосуды страдают. Страдает наша печень, которая появляется, если посмотреть, вот если ежедневно употреблять трансжиры, посмотреть потом ферменты печени, у нас получится, что печёночные клетки страдают, разрушаются. Ну а картофель фри, он тоже по этой причине не вреден? Совершенно верно. Чем они ещё страшны? Тем, что идёт привыкание. Постоянное употребление вот этих трансжиров, углеводов в большом количестве, приводит к активизации выработки допамина головным мозгом. А допамин является гормоном положительных эмоций. И это вызывает как бы порученный круг. Тебе хочется получить ещё положительные эмоции, и ты идёшь и покупаешь что-то, что тебе больше всего приятно. Ходдог, гамбургер, картошку, чипсы и так далее. Ну вот некоторые считают, что если, например, съесть вредный гамбургер или чизбургер, что-нибудь подобное, и заесть это фруктами, салатом, то ничего страшного не происходит. Это действительно как-то понижает вредность фастфуда? Нет, нет, не понизит никак. Прошу обратить внимание, что весенние салаты сделаны из капусты и из салата айсберг, вот из тех салатов, которые качаные. Лучше весной употреблять только в домашних условиях, потому что после зимнего хранения капуста и салаты могут приобрести такую инфекцию, такую бактерию, как ерсиния, которая очень хорошо живёт в холоде, между листочками. Заболевание очень тяжёлое, которое может проявиться, начиная от простых болей в суставах до повышения температуры, то есть лихорадка неясного генеза, пока диагноз не поставлен, тяжёлой диареей и тяжёлым поражением кишечника. А спасти сегодня очень просто. Просто помыть горячей водой капусту или салаты и не есть. В предприятиях общепита это салаты весной, именно весной. А вот как быть с газировкой? Ведь кто-то считает, что если запивать газированной водой такую пищу, это полезно, кто-то, наоборот, считает, что это травма для желудка. Ну, конечно, вредно. Жир, который только что был растопленным, и тут же после холодной газировки он становится твёрдым. И желудок очень дискомфортный. Это будет для него и для вас тоже. Насколько я знаю, что фастфуд вреден не только тем, что едят, но и тем, как это делают? Вот совершенно верно. Ведь фастфуд – это именно еда, которую хочется употреблять на ходу. Во время еды всё-таки человек должен заниматься только едой, уделять ей внимание. Тогда она усваивается полноценно. И, конечно, не стоит забывать о том, что на ходу мы хватаем резными руками еду. Уж не говоря о том, как готовится фастфуд. Ведь вы не знаете, мыл ли руки тот повар, хорошо ли обрабатывались шампуры, на которых запекалось что-то, скажем, те же сосиски. И те канцерогены, которые на этих шампурах остаются после длительного термической обработки, эти канцерогены попадут вам в организм. Ну, вот если очень так уж хочется вот этого чего-то вредненького, ну, сколько раз можно съесть, чтобы это не было так уж вредно? Это обсуждается очень многими учёными. Считается, что если вы выпьете две чашечки кофе в день или съедите два-три гамбургера в неделю, то ничего не случится. Но потреблять это каждый день считается очень-очень вредным. Спасибо, Наталья Львовна. О том, что перекусив на бегу, вы, конечно, сэкономите время, но зато, скорее всего, потеряете здоровье, нам напомнила кандидат в медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Наталья Охотникова. Ну, а теперь давайте подведём итог нашей беседы. У тех, кто часто перекусывает в уличных кафе, прежде всего страдают сосуды и печень. Виной всему трансгенный жир, который в избытке содержится в фастфуде. Он быстро приносит чувство насыщения, но заодно и отравляет наш организм. Большой вред наносят и газированные напитки. Во-первых, они, как правило, содержат много сахара. Во-вторых, газировку чаще всего продают сильно охлаждённой, а запивать ледяным напитком жирную пищу – это серьёзный стресс для желудка. Не стоит забывать и про то, что в уличных ларьках и палатках пища зачастую готовятся просто в антисанитарных условиях. Вдобавок, мы и сами иногда берём хот-доги и гамбургеры грязными руками. Так что риск получить отравление, питаясь на скорую руку, очень высок. Кстати, вред могут нанести даже салаты, купленные на бегу на улице. К примеру, в капусте. После зимнего хранения нередко заводятся вредные бактерии. Если листья хорошо не промыть, а это часто случается в предприятиях фастфуда, опасные микроорганизмы могут попасть в пищу. Если из-за нехватки времени вы вынуждены питаться бутербродами, старайтесь сделать их с варёным мясом или с котлетой. Это намного полезнее, чем питаться колбасой сомнительного качества. Но помните, что постоянно питаясь сухомятку, вы на верном пути к гастриту или даже к язве.